Как увидеть Землю из космоса, нашу планету, и узнать, шарообразна она или имеет какую-либо другую форму? Можно, конечно, полететь в космос и оплатить примерно 40-50 миллионов долларов турпутевку на Международную космическую станцию, слетать и посмотреть на нашу Землю. Если же такой возможности нет, нам остаются только фотографии. Фотографии и съемка с той же самой Международной космической станции или с других космических аппаратов. А вот сколько их, откуда они показывают, снимают нашу Землю, как часто это делают, мы сейчас и поговорим. Иногда различные космические компании, институты, любительские объединения запускают малые космические аппараты в космос. На эти спутники ставятся камеры, и эти камеры снимают Землю. В данном случае мы можем посмотреть один из примеров того, как камера провела съемку Земли с низкой околоземной орбиты. Иногда спутники запускаются не просто для посмотреть, не просто для образовательных целей, но с целью извлечения выгоды, с целью получения информации о какой-либо местности и продажи этих снимков тем, кому эти данные могут быть нужны. В данном случае мы видим снимки со спутника Dove. Это частная компания, их запустила Planet, ее название. Таких спутников у них несколько сотен летает вокруг Земли и снимают Землю, как фотоаппараты с длинным фотообъективом. И здесь мы видим два кадра, наложенных один на другой, которые показывают состояние лесов до пожара и во время. То есть это полезно для борьбы с пожарами, знать актуальную информацию, которую можно получать при помощи этих спутников. Если спутник взять побольше, установить в него камеру помощнее, то он покажет местность Землю гораздо подробнее. И вот один из примеров, здесь даже видеосъемка, спутник летит над поверхностью Земли, смотрит в одну точку, камера ведет видеозапись. И пока он пролетает над этой поверхностью, над этой точкой, он может примерно 90 секунд длительность ролика записать. Есть еще более мощные спутники, тоже на низкой околоземной орбите. Их серия называется Worldview, хотя там есть другие. GeoEye, например, и другие серии, они очень хорошо наблюдают Землю. И мы видим эти снимки, например, в гуглокартах, яндекс-картах. Вот здесь мы видим не просто самолет, мы видим автобус, который стоит возле него, и цепочку людей, которые выходят. То есть мы не можем, конечно, и эти спутники пока не могут рассмотреть лица людей, но самих людей на снимках рассмотреть можно. И это самое высокое качество снимка, доступное для продажи на мировом рынке. И любой желающий, по сути, может ее приобрести или сравнимого качества. Есть российские спутники, например, серия Ресурс-П. Сейчас там далеко не все работают, из тех, которые запускали в последние годы. Но снимки они предоставляли довольно высокого качества. Вот один из них, это Москва-Сити, торговый центр и такой центр, городской квартал в Москве. Который сфотографирован даже не просто сверху, но немного под углом, что дает такую красочную картину. Спутники, которые снимают с очень высоким качеством, с очень высокой детализацией. Не только они есть, и на низкой орбите летают другие. Например, метеоспутники, в данном случае снимок российского спутника Метеор-М. Он летает примерно на той же высоте, около 600-700 километров. Но снимает не узкий участок с очень высоким качеством, а захватывает широко, чтобы видеть движение атмосферных фронтов. Чтобы видеть большое пространство. И это позволяет получать ему другие данные. И работают и те, и другие, и передают их. Что интересно про Метеор-М и похожие спутники других стран. Их данные открыты для всех. Если снимки вот такого качества приходится покупать, и вынуждены покупать, или заказывать отдельно, то такие снимки может принять любой радиолюбитель, у которого есть достаточное оборудование. Там радиостанция, необходимый декодер, компьютер обычный. И в интернете можно найти инструкции, как получить эти снимки, куда нужно направлять антенну, как отслеживать перемещение этих спутников, чтобы он оказался прямо над вами, чтобы передать эту информацию. То есть эти данные являются в открытом доступе. И любой может снимать и получать данные со спутника прямо в тот момент, когда этот спутник летит у него над головой. Есть другие метеоспутники. Например, российский Электр-Л. Он снимает целую Землю одновременно, поскольку находится очень далеко. Если предыдущий метеоспутник летает на высоте 800 километров или ниже, то этот летает на высоте 36 тысяч километров. Это позволяет ему наблюдать Землю в полной видимую сторону, практически целое полушарие. И он находится всегда в одной точке относительно этого полушария. То есть он вместе с Землей движется по орбите с одинаковой угловой скоростью. И каждые полчаса он делает отдельный кадр. Если эти кадры свести, то можно получать вот такую анимацию. Если мы захотим посмотреть какую-то отдельную область на поверхности, мы точно так же можем это сделать. И анализируя несколько кадров подряд, мы можем наблюдать какое-либо событие в динамике. Например, движение вулкана, полевую бурю, тайфун или просто движение облаков. Мы можем это видеть почти в реальном времени. Наблюдать, что было несколько часов назад, что есть сейчас. И снимки с этого спутника точно так же открыты для всех. Любой желающий может зайти на ресурсы сайта Роскосмоса, который посвящен именно этому спутнику. И скачивать эти снимки в полном доступе. Дальше есть тоже спутники. Например, на расстоянии полтора миллиона километров между Землей и Солнцем находится спутник DSCover. Это американский спутник. И он наблюдает Землю тоже в постоянном времени. Делает снимок уже пореже, примерно раз в 3-4 часа. Но в данном случае мы можем наблюдать вот такие картины. Поскольку он находится в полтора миллиона километров от Земли, он находится дальше Луны. И он может видеть, как Луна пролетает на фоне Земли. Причем он наблюдает обратную сторону Луны. Мы никогда не увидим, если она вдруг почему-то не развернется. Но сейчас мы ее не можем наблюдать. Но при помощи этого спутника мы можем наблюдать и Землю, и Луну. Есть и другие наблюдения. Например, в космос для исследования других планет запускают межпланетные автоматические станции. Иногда они пролетают мимо Земли. Они отлетают от Земли. Они могут пролетать мимо, когда совершают гравитационные маневры. И тогда они тоже ведут съемку нашей планеты. И можно наблюдать вот такие кадры. Эти кадры получил, например, космический аппарат «Мессенджер», который полетел к Меркурию, самой близкой к Солнцу планете. Но он делал гравитационный маневр у Земли и снимал ее в это время. С Луны точно так же можно прекрасно наблюдать Землю. И вот, например, такую съемку совершил китайский космический аппарат «Чанэ-3». Он высадился на Луну успешно еще в 2013 году, понаблюдал Землю, сделал серию снимков. И мы теперь видим, как это происходит. Другие космические аппараты находятся подальше. Например, космический аппарат «МРО» с очень большим телескопом, который в постоянном времени занимается съемкой Марса. И он находится на орбите возле Марса, но иногда смотрит на Землю, смотрит на Луну, делает кадры, и мы можем полюбоваться на них. Это не самый далекий космический аппарат и не самый далекий снимок Земли. Вот такой снимок. Здесь мы уже очень смутно можем что-то рассмотреть. В центре мы видим большую яркую звездочку, в центре мы видим яркую звездочку, бледную звездочку. Левее этой звездочки это Земля и Луна с расстояния почти полтора миллиарда километров. А такие полосы сверху и снизу это кольца Сатурна. То есть это космический аппарат «Кассини», который изучал Сатурн и вращался на орбите вокруг Сатурна. Сатурна через кольца Сатурна сумел посмотреть на Землю и прислать нам вот такие кадры. Самый далекий кадр Земли, который когда-либо был совершен в истории космонавтики, сделали с расстояния 6 миллиардов километров. Это космический аппарат «Вояджер», который удалялся из Солнечной системы и продолжает это делать. И он уже никогда не вернется к Солнцу. То есть технически это первый звездолет, отлетая, покидая нашу систему. Он развернул фотокамеру и сделал снимок Земли. Маленькая бледная точка, которую мы здесь видим. Луны мы уже не видим, она слишком бледная для этого снимка. Лишь блеск нашей планеты Земля позволяет нам смотреть на нее, представить, как она выглядит глазами инопланетян и понять, как она красива. Спасибо.